Для тех, кому необходимо это норковое масло. В основном это йорки или кошки. Для кого-то, кому это необходимо пропитать, добавить и так далее. Это жирный спрей. Если вы его пшикнете, раз мы его пшикнем, будем использовать как крем для рук. То есть это жирная вещь. Его, так скажем, особенно-то не используйте. Он быстро очень впитывается, обладает достаточно специфичным запахом. Поэтому минкойл аккуратно используйте. Сейчас выждрите, не переживайте. Вот он уже, вот сейчас понюхайте. У него уходит вот этот вот спиртовой запах. Ну вот я вам к чему говорю. Он, да, спирт ушел. Значит, что, к чему я это говорю. Минкойл специфичная вещь. Очень специфичная. Йорки, колли длинношерстные, как они, бердет колли. Вот что-нибудь такое. Специфичная вещь. Чем еще, вот он как бы, как его еще использует грумер. Я, в честности, если у меня нет кондиционера, я использую минкойл. Я добавляю его в шампунь. В шампунь. Я добавляю его в шампунь. Потому что он жирный, и это норковое масло. Очень много сейчас, это модно. Мы попельотки включим, норковое масло зачем-то, значит, ну, кому это нравится. Могут, конечно. Но людям нужно предупреждать. Любые попельотки, любые масла, использованные для накручения попельотов, смываются каждый пятый день. Если вы оставили дольше пяти дней, никакая тут чудодейственная косметика не подействует. Эти попельотки отвалятся вместе с шерстом. Поэтому, если вы на это идете, вы должны мыть каждые пятые сутки. Это минкойл. К минкойлу, опять же повторяю, аккуратно. Напитает, все будет нормально. Он так вот обволакивает. Можно на улицу идти. То есть, вот, все в порядке, но аккуратно. Для тех, кому кто хочет этот объем, так объем опустится сразу же, все будет жирное. То есть, аккуратно с минкойлом. Специализированная вещь. Витаойл. Вот минкойл это спрей, а есть еще и масло голимое. Называется витаойл. Вот масло для тех, кто умеет пользоваться маслами. Для обычных покупателей. Грумером надо быть для того, чтобы использовать это масло. Оно капается либо в шампунь, либо в кондиционер. В натуральную величину витаойл масло не используется никогда. Мы капаем его несколько капель либо в шампунь, либо в кондиционер. Не используем кондиционер, в шампунь добавляем. Если нам кажется, что у нас очень все сухо, у нас много перхоти, обычно это кажется, то мы витаойл добавляем. Витаойл тоже. Упаковки у него большие. И поэтому это тоже, так скажем, на всю жизнь. Если мы говорим, допустим, о йорках. Самые распространенные йорки, орхидеи, эти той терьеры длинношерстные, да. Вот эту бутылку купили и каждый раз по пять капель в шампунь. И все время шерсть будет вот такая вот, кондиционер вот эта вот спускающаяся. Всю жизнь пожизненно. И пропитаете шерсть, и кондиционер другой использовать не надо. Я к чему это все говорю? К тому, что все использовать нельзя. И шампунь, и кондиционер, и спрей еще нельзя. Но надо выбрать для себя две позиции для обычной собаки. Две. Нравится смывать, смываем кондиционер. Не нравится смываем, тренируемся со спреем. Вариации какие угодно. Хотите пшикайте, хотите вытвиведите, разводите. Хотите добавляйте в шампунь, хотите в кондиционер. Но больше двух компонентов, это много для любого животного. Это будет уже перебор косметики, другая крайность. Не знаешь потом, чем эту косметику смыть. Любую. Это касается витаойла. Только она будет суперфом, суперпена. Вот в такой же упаковочке. Вот пена, вообще обалденная вещь, как выставочная штука. Если мы используем пенку на выставку, мы не используем никаких кондиционеров. Она все расчешет, колтуны разберет и добавит объема. Совершенно классная вещь. Для собак, для тех собак, у которых проблемная шерсть, тяжело чесать и хочется этот объем. Хочется вот этого всего. Пена работает на всех. На спецах работает, на йорках пробовала, на шицу пробовала. На пуделях пробовала, на мальтезе, на бешонах, на колле, на хаске. Обалденно. Вместо кондиционера, опять же повторяюсь, выбрали пену, кондиционер не используем. Помыли, отмыли, грязь отмыли, пену нанесли. По аннотации написано. В среднем как-то вот на собаку идет, если вот как человек описывает, да, размером с грецкий орех, да, то вот на собаку таких вот должно быть штук пять. Потому что получается одна на корпус и по каждой на ногу. Штук пять вот этих вот кругляшков этой пены. Очень люблю пену. Гораздо больше, чем все остальные кондиционеры. Ну, то есть на моих животных, тех, кого я готовлю, работает отлично. Отлично. Выставочная кондиция получается. Во, просто классно. Ну, опять же, не очень может пользоваться популярностью вот среди обычных граждан. Ну, вообще, очень хорошая вещь. Это пена. Тоже отнесла бы к разряду кондиционеров. Далее. Теперь пудра. Ну, это, я бы сказала, все-таки очень специальная вещь. Это пудра для жесткой шерсти, для добавления жесткости. Для тех собак, которым необходимо добавить жесткость. Значит, пудра тоже бесконечно на шерсть не сыпется. Ее в шерсть втирают, а потом выдувают феном. Это надо точно знать. Если вдруг кто-то спросит. Так вот, пудру сначала сыпят, потом расчесывают вместе с шерстью, а потом выдувают феном, для того, чтобы она не сыпалась везде. Вы ее выдули, ее частички там в шерсти остались ровно столько, сколько этой шерсти будет необходимо. Это правило пользования пудрой, если кому-то это будет интересно. Это пудра. Что касается вот этих замечательных спреев. Это вообще смешная самая вещь. Вот эта краска. Вот если мы будем говорить о краске. Так вот эта краска. Magic Black и Magic White. Черная и белая. Самые распространенные для собак краски. Сейчас мы потрясем. Что я хочу сказать. Всю собаку целиком, конечно, закрасить можно. Если очень стараться. Можно. Но на это уйдет целый, наверное, флакон. Если мы говорим так. Это, конечно, хитрости бумерские. Но если у собаки где-то лишнее пятно, не в нужном месте. Несоответствующий скандарт. То закрасить его можно. Вот этим и спреем. Если мы говорим о другом. Я бы, наверное, все-таки про пятна не очень акцентировала. Но это как раз вот тот случай. Краска. Чистой воды. Я вам говорю. Краска. Это деталь. Суть этой краски какова? Это пудра. Пудра. Да, да, да. Значит, она сохнет 5-10 минут. То есть сразу на собаке. Ну, нужно попробовать правильно. Действительно. И когда высохнет, то себе не прощупывается. Не прощупывается, да. Вот смотрите на белую. Черную я режу, а белую я использую на белых собаках, на худелях. Вот видно, как она высыхает. Видите? Ну, пока слава богу. Это же находка для меня. О чем говорить? Я же о чем говорю. Видите, она высыхает, высыхает, высыхает. И становится... Вот здесь быстрее видно, чем на черной, да? Вот она. Она сейчас высохнет, и все. Как используется, например, пятки грязные, там анальные отверстия и так далее, да, вот желтизна. Вот мы издалека расчесочки расчесали. Издалека так. Опять расчесочкой. Еще-то многократно. Очень хорошо. Ну, белая. И также черная. Просто черная должна быть собака или кошка. Смотрите, какая беленькая будет. О, все. Я думала, она блестящая. Нет, нет, нет. Вот смотрите, как хорошо. Классно? Нет, нет, я почему и говорю. Ну, потом помоем. То есть, это краска. Вот я к чему вам говорю. Если шампунь не краска, то это краска чистой воды. Поэтому, ну, я уже на выставку, когда вхожу, я точно знаю, кто пользует себя огромным. Я-то запах знаю. Я говорю, так, бабтейлы там, значит, уже отбеливают. Китайцев этих хохлатых, им эти белые чупы уже отбеливают. То есть, я уже по запаху знаю. Я говорю, что это классная вещь. Я использую на белых пуделях. Если меня где-то смущает, я не домыла, не отмыла. Я на выставке плюс ко всему. В чем положительное качество? Не жирнит, добавляет объема. Напшикал, расчесал, вот такой объем сразу. А что белая, так еще вот такой будет объемная. То есть, ну, это, опять же, специализированная вещь для тех, кому это необходимо. Если мы говорим под глаза, под глаза, очень многие спрашивают, можно извратиться, можно. Но тогда нужно глаза закрывать тщательно. То есть, кто-то должен закрыть собаке глаза все-таки, потому что это пудра, это мелчайшие частицы пудры. И можно закрасить всю морду, там, где висел вот эти подтеки, все можно закрасить. Но аккуратно. Для этого существует у них мазилка под глаза. Мазилка. Что касается мазилки под глаза. Это крем. Нужно понять, что это крем. Вот это была пудра, она чем хороша? Она сухая. Она сухая, ничего не прилипает, все классно. А вот мазилка под глаза, она жирная. Ее нужно использовать в очень маленьких количествах. В очень маленьких количествах. Опять же, тоже надо для себя понять, что истечение у глаз у собак или у кошек. Это болезнь. Это не косметический дефект. Это болезнь. Это заболевание. И надо лечить у доктора. Это внутренние проблемы у животных. А не наружного характера. Поэтому мы косметическими средствами исправляем наружный дефект. Но мы не лечим. Вылечить этим невозможно. Никакие подтеки у вас не уйдут, если вы не будете правильно кормить. И подбирать правильно корма, если неправильно подобрана еда, никогда истечение из глаз не прекратится. Если мы говорим о визуальном эффекте, то прекрасно. Опять же, повторяю, как он действует? Как он действует? Он белый. Наносится в мизерных количествах. Прочесывается потом расческой. Наносится щеточкой. Прочесывается расческой. Кстати говоря, к слову, он очень вкусно пахнет. Его животные едят. Могу вам сказать точно. Потому что у меня столько случаев съедания крема. Практически нет. Это уже старенький. А вообще, он очень вкусненький. У меня столько собак. Пока я начинаю размазывать на выставке, я смотрю, уже сидит и нализывает уже вам этот крем. Он очень жирный. Баночка маленькая. Но вот такой баночки расход на всю жизнь хорошего бобтейла. А уж если мы говорим о маленьких собачках, то это еще пожизненный. Расход прямо вот, ну я не знаю, в миллиметр вот вы берете, размазываете и расчесываете. Эту шерсть. Как, в чем эффект? Когда долго держится на шерсти, ничего смывать потом не надо. Долго на шерсти выбеливает все-таки. Выбеливает. Не сразу, знаете, помазал и прям как вот это вот. Нет. Вот этого эффекта у него нет. Если это делать ежедневно, смысл в чем? Если ежедневно подсыхают вот эти слезные бороздки. Подсыхают. Первое. Второе. Выбеливается вот эта коричневого цвета шерсть. Третье. А самое-то главное. От того, что он жирный и обволакивает, следующая слеза, которая бежит по этим потокам, она не впитывается, она стекает. Смысл вообще всех вот этих вот штук, которые придуманы для убирания слезных потоков, вот этих вот, они, смысл в чем? Они должны таким образом эти бороздки пропитать, чтобы следующая идущая слеза не наносила уже этот вред. Но, повторяюсь еще раз, ничто не спасет, если у животного текут глаза генетически, такое бывает, или нужно идти к врачу. Ничто не сначала к врачу, а потом косметические средства. Это табу. Это что касается ухода. Это может так, специализированная совершенно. Хотя, эту вещь можно использовать и для намазывания на всякие другие части тела. Между пальцами прекрасно работает, если между пальцами желтенькая. Все туда вмазали хорошенько, прочесали, все будет белое, ничего не прилипнет, новая грязь не налипнет. Мало того, еще и на выставке собака будет хорошо цепляться за землю, потому что она жирноватая, будет хорошо. То есть, нельзя так сказать, только вот глаза. Если что-то где-то хочется домазать, добелить, можно использовать вполне. Так, теперь поговорим про уход. Помимо того, что в биогроме масса косметических средств для ежедневного мытья, для использования, у них еще есть ветеринарные препараты, которые, вот, кстати говоря, как ветеринарные препараты, отлично себя зарекомендовали за эти 15 лет. Отлично. Вот это я могу совершенно смело рекомендовать, потому что практически все длинношерстные и с висящими ушами собаки используют в своем ежедневном, так сказать, уходят за ушами и глазами, используют биогром. Почему? Потому что много времени все используют, никто пока никаких результатов плохих не сказал. Значит, что у них есть? У них есть лосьон. Если мы говорим о лосьоне для ушей, значит, вот эта баночка, сколько здесь миллилитров? Наверное, 118. Вечная. Один раз купили. Сколько тут, наверное, года два годности? Три. В 2012 году, наверное, около трех лет. Вот на три года вам и точно хватит. Это вот точно. Она, если у собаки здоровые уши, вы купили щеночка или котеночка, опять же, кролика и так далее, у нее здоровые ушки, все в порядке. Протираем один раз в месяц, в месяц ватными палочками. Больше ничего не делать, не лазать туда лишний раз. Протираем наружную часть ушной раковины. То есть внутрь туда совершенно не обязательно залезать. Это уже если врач вам сказал, у вас появились проблемы, вам необходимо, это одно. А если мы говорим о нормальном и обычном животном, мы говорим, что все в порядке. Мы один раз в месяц протираем лосьоном, больше ничего не делаем. Это первое. Если у животного в ушах растет шерсть, и вам заводчик или врач сказал, что эту шерсть нужно удалять, не всем нужно удалять, кому-то нужно, а кому-то нет. И вам сказали, этой породе, вот с этими ушами, шерсть в ушах удаляется. Удаляется она всегда с пудрой. Потому что во всех остальных случаях, эту ли пудру, другую ли, мне в общем, ну это отлично работает, проверяла. Без пудры шерсть из ушей удалять нельзя, это больно. Это больно. Пудра прежде всего что делает? Первое, это обезболивает. Не сразу удаляется, через несколько минут засыпается туда. Пересыпать ее невозможно. Ну пересыпите, ничего страшного. То есть мало ли, там не так открыли, пересыпали, ну и что, ну она там всю раковину нам волочет. Ничего страшного в этом нет. Первое, это обезболивание прежде всего. Через 5-10 минут она вообще обезболивает ушную раковину, она совершенно безболезненно удаляется. Второе, это ваш уход, ваше удобство. Вот эта вся смоченная в сере шерсть, ее же невозможно зацепить вот ничем, ни пинцетом, ни руками. Если вы пудры напудрили, вы с этой пудрой вместе прекрасненько эта шерсть отошла. И третий момент, ее не нужно вычищать из уха впоследствии. Очень многие пудры надо вычищать потом, чтобы она там не оставалась. Так вот биогромовская пудра может смело оставаться в ушах, ничего страшного не случится. Ничего. Опять же, удаляем шерсть из ушей не чаще одного раза в месяц. Не чаще. Чаще не надо. Если вы используете пудру, вы используете пудру. Если вы используете лосьон, вы используете лосьон. Не смешивайте это ни к чему. Совершенно ни к чему. Либо одно, либо другое. Третья вещь, уход, который существует. Это капли от ушного клеща. Очень хорошая вещь. Сейчас капель в уши много. Я думаю, что они во всех магазинах есть. И ветеринарные, и от клещей, и от всяких этих, господи, ушных чесоток, этих аллергических отитов и так далее. Что я хочу сказать про капли. У них в аннотации стоит ушной клещ. То есть содержит в себе состав, убивающий все виды клещей. Могу вам совершенно точно сказать. Он прекрасно работает на аллергических отитах. 90% собак, у которых болят уши, там клеща нет. Это неправда. Нет там клеща. Только врач может сказать, есть там клещ или нет. От того, что животное его чешет, значит, либо ее неправильно кормят, либо ему неправильно чистят уши круглые сутки, что тоже это дело такое есть. Надо, не надо, все чистим уши. Врач не назначил, а мы чистим каждый день. Он прекрасно работает на любых воспалительных процессах в ушах. Прекрасно работает. В аннотации, как написано, 14 дней, один раз в день вы закапываете капли. 14 дней. То есть это те капли, которые могут... Это лечебная вещь. Это нельзя использовать просто так, от того, что вы решили, что ваши собаки болят тушью. Это лечебная вещь. Это уход. Далее, что еще есть из ухода в косметике Биогром? Значит, есть у них такой спрей, тоже здесь у вас его нет, называется лидомет. Спрей-антисептик. Он есть спрей, есть гель. Лидомет, это такая, знаете, я бы сказала, пшикалка на все случаи жизни. На все. Вот чтобы вот там с вашей собакой несчастно не случилось, или кошечка, или тому подобное. Вот чтобы пока вы до врача бежите, или так далее, вот лидомет все поможет. Разрезалась, поранилась, обожглась, уши болят, расчесала себя, отреагировала на машинку, на ножницы, на отрезание когтей, на там, я не знаю, господи, разъела солью лапы, и так далее, и так далее. Лидомет-спрей. Хотите спрей, хотите лидомет-гель, какую-то, особенно поездку. Вот в поездку вообще замечательно, чтобы не думать, напшикал, намазал, и точно совершенно все обеззаражит, и очень быстрое заживление. То есть вот, я бы сказала, спрей-спасатель, вот если я сравнивала бы с каким-то там, я бы сказала, спрей-спасатель. На все случаи, если не знаешь что, пшикни лидомет, ничего не испортишь, дальше иди к врачу. Дальше, так сказать, вот это спрей-лидомет. Очень-очень хорошо работает, подчеркиваю, на животных, на которых используется бритье. Депиляция и бритье. Китайские хохлаты депилируются, все остальные бреются машинками, вот этими замечательными. И после них у многих животных могут возникать раздражения. Не потому что плохие машинки, а потому что такая чувствительная кожа. Лидомет сразу же и в течение дня, каждые два часа. Замечательно, никаких отеков и до мокнущих земы вы не докатитесь. Остальные антисептики, я не буду врать, я проверяла только человеческие, работают, но не так эффективно. То есть хлоргексидином придется залить собаку от кончика носа до кончика хвоста. То есть такое случится. Если мы говорим о лидомеде, достаточно будет несколько спреев, чтобы не было вот этих раздражений. Если мы говорим о лидомеде, это уши, это пальцы, не так чуть побрил, не дай бог задел, вот уже все. У нас уже эта царапина разрослась. Лидомедом сверху все промазали, пропшипли и ничего этого не будет. И не придется потом нестись к врачу, который скажет, что, конечно, это вам в магазине неправильно сказали, или мастер не так подстриг. Это что касается ухаживающих спреев. Хорошая вот как бы серия ухаживающая в биогруме. Так, далее. Есть еще спрей против скольжения, но это сугубо для выставочных собак, для тех, кому надо, чтобы не скользили по кофельному полу. Спрей против скольжения. Может быть, для кого-то это будет интересно на улицу в момент, когда у нас там гололед и так далее. Может, есть такие замечательные владельцы, которые будут покупать такой спрей. Может быть. Я использую для выставки для крупных собак. Для мелких собак они и так хорошо себя на ногах держат. Для крупных собак. Спрей от скольжения. И самое главное, еще должна я вам сказать, что у них есть спрей и шампунь против блох и клещей. Сейчас не актуальна зима. Сейчас начнется весна, там ближе к маю и начнется вот. Значит, чем отличаются от всех остальных препаратов, которых у вас в ассортименте целая куча? Чем отличаются? Если вдруг щенок, котенок или хозяин очень беспокоятся, что все эти препараты в своем составе содержат сильнейшие химические препараты, чтобы вы не говорите, как глистогонные, так и противопаразитарные содержат сильнейшие химические препараты. Если вдруг хозяин так боится, что она, значит, вот отравится через холку, через что, можно вполне назначить биогрум. Значит, раньше у них был контроль 14 дней, сейчас у них 30 дней почти месяц. Я бы все равно использовала каждые 14 дней, потому что такие года, которые в последнее время в Петербурге, ну, не знаю, такого количества блох и клещей я не видела в своей жизни никогда. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться, потому что клещи мигрируют и приходят к нам, я думаю, что будет ухудшаться. Если мы говорим о маленьких собачках, вес которых меньше килограмма, я бы с огромной осторожностью применяла бы каплю в холку. С огромной осторожностью. Как глистогонные, так и это самое. Если все до единого, все препараты рассчитаны на вес больше килограмма, аккуратно надо использовать. Я говорю, что нельзя вообще, но аккуратно. Если мы говорим о биогруме, вот с такого возраста можно. Никуда не проникает. Наружная обработка. Помыли шампунем, обработали спреем, 14 дней живем спокойно совершенно. Смотрим, как до 30. Кого-то держит до 30 дней, в аннотации написано. Кого-то 30 дней не держит. Если собака или кошка живет только дома, в квартире, никуда не ходит, только на свой поддончик, я не вижу смысла обрабатывать ее каплями в холку. Потому что это уже для тех животных, которые гуляют в траве, на даче, поездки дальнейшие, особенно поездки в ближайшие зарубежья, где у нас просто поражена вся Белоруссия и Украина. Поражена, могу вам сказать честно. Это катастрофа, летом уж не ездить. То для таких, которые просто в городе живут, им вполне достаточно будет биогрома. Шампунь, спрей, шампунь, спрей. Прекрасно, ничего не навредим. Хоть заблизывайся потом. Себя хоть вылизывайся, заблизывайся, ничего не случится. И этот же спрей прекрасно со всеми кондиционерами работает. Вот он, да, репеллент. То есть помыли этим же шампунем. Вот здесь написано 35 дней уже. Просто я вот работала те, которые на двухнедельные. На двухнедельные четко работают. Кондиционер нанесли, если хотите, нанесли. Прапшикли спреем, высушили феном. 14 дней живем совершенно спокойно. Кто хочет обмог обработать? Не страдает. А что так? Не вонючий такой. Не пахнет. Ну вот я с собой в дорогу, я ненормальная в этом плане. Я много вожу собак по выставкам. И столько случаев смертных после укуса клещей. И такие выдающиеся животные в российском собаководстве гибнут, что это просто страшно вам даже сказать. Понимаете? Поэтому я ненормальная в этом плане. Я с собой вожу как этот самый, этот спрей. Потому что выходя из гостиницы в чужой стране, я сначала обшукиваю спреем, потом иду гулять в лес.